Спасибо тебе! Мы забыли этого танца. Ты настоящая турченка! Вы забыли про этот танец, потому что он не ваш родной. А мы никогда не забывали наш свадебный танец невесты, который на армянском звучит как Узун Таря. Вы знаете, что такое амонимы? Поразительно! Но все азербайджанцы пришли на моё видео о свадебном танце невесты и написали, что название это азербайджанское Узун Даря. Слушайте, я и вам говорю, на азербайджанском у вас Узун Даря означает длинное ущелье, а на армянском это же означает... Напомните мне, что означает? Именно то, что имеет отношение к свадебному танцу, к свадебе, к свадебному танцу невесты, ко всему свадебному ритуалу. На армянском Узун Даря означает попросить и увезти невесту. Именно невесту, именно свадебное это идиома Узун Даря. Я пришёл, сосватал и увёл невесту. Это свадебное выражение. Никакого отношения это свадебное выражение, этот танец не имеет к длинному ущелью. Я не совсем понимаю, ваша Саря Гелин, которая наша Саря Гелин, горская девушка, у вас превратилась в жёлтую невесту, чахоточную жёлтую невесту, которая болеет желтухой. Она что, по длинному ущелью какие-то приключения искала на свою голову в день свадьбы? Что она, невеста, делает в длинном ущелье одна? Это что за такой у вас свадебный ритуал у невесты? Это поэтому арабы толпами едут к вам в страну за кексом. Знаете, что такое амонимы? Амонимы – это слова, которые звучат одинаково, но имеют разные значения. В вашем языке что означает дурак? Означает остановка. А в русском языке дурак, что означает глупый человек. Понимаете? Звучит и даже пишется одинаково, но имеют разные значения. Как Галя. Галина в итальянском – это курица, а в русском – это женское имя. Понимаете? Слова звучат одинаково, пишутся одинаково, но они имеют разные значения. У вас есть узун и у вас есть дара. Но у вас это не вместе, это не идиома, это не устойчивое выражение. Вы не говорите узун дара каждый день. А мы во время свадебы говорим узун дара. Это означает «пришли, сосватали невесту и она вышла замуж». Вот чтобы это долго не говорить, у нас говорится свадебное выражение. Если девушка у нас выходит замуж, мы про неё говорим, что «пришли, сосватали и увели», то есть узун дара. Понимаете? Это стойкое выражение. А у вас нет. Это просто два слова, которые вы поставили вместе и получали какую-то распутную, гулящую, жёлтую невесту, бродящую одной в длинном ущелье в день свадьбы.